Мы не несем ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов, и наша цель — предупредить вас об этом. Спасибо. Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями — случайный. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня наша тема — это низкая либидо и эрекция на курсе. Соответственно, уже была подобная тема, но люди захотели узнать, что если именно на курсе. На курсе такая проблема. На самом деле, корни заболевания, что на курсе, если в них вдумываться, что просто, когда у человека низкая либидо, они все плюс-минус одни и те же параметры, которые мы должны проверить. И, наверное, для новичков, если меня смотрят новички, кто не особо в теме, я все-таки оговорюсь, хотя большинство из вас, кто смотрит мой канал, прекрасно знает об этом. Только качественные витамины и другие добавки на проекте Волгала почувствуй силу Одина. Ссылка в описании видео. Что высокий пролактин и высокий, соответственно, эстроген могут давать, соответственно, подобные эффекты. Самый частый препарат, который дает подобный эффект, нандролон-деканат, не потому что это нандролон-деканат плохой, а потому что люди недостаточно часто или не, соответственно, умеют подбирать препараты, которые устраняют рост пролактина и эстрадиола, соответственно, антиэстрогеновых препаратов, по-другому ингибиторов арматазы, очень иногда, часто у некоторых групп, кому интересно, может быть, сниму отдельное видео, у некоторых групп лиц с генетической детерминированностью, у них наступает именно генетическая детерминированность, то есть не у всех, но у некоторых лиц может наступать резистентность, особенно к такому препарату, как нострозол. Считалось, что основным механизмом резистентности к ингибиторам арматазы является появление клона с мутацией гена ESR1, кодирующий рецептор эстрогенов альфа. Эта мутация определяется у 40% больных с резистентностью к ингибиторам арматазы, а также может присутствовать в небольшом проценте у нелеченных больных. И в случае, если резистентность возникла на анострозол, человеку такому понадобятся более высокие дозировки анострозола, и, соответственно, повторяю, что это генетическая непосредственная детерминированность, не у всех возникает резистентность, но у некоторых лиц возможно. И просто им понадобятся более высокие дозировки анострозола, и, конечно, это будет приводить к неровному фону, соответственно, в нашем случае эстрогенов. Поэтому вот эти моменты нужно учитывать. И, как говорится, не одним анострозолом и томоксифеном единым соответственно подавлять эстрогены. Тема эстрогенов достаточно широкая, их не должно быть слишком мало и не должно быть слишком много. Высокие эстрогены – это, конечно же, в первую очередь риск раковых клеток, потому что, посмотрите, рак, не только рак груди, у женщин есть. Опять же, у качков, особенно у людей, кто на гормонозаместительной терапии, у них есть, соответственно, также более развитые молочные железы, более развитые клетки. Они у лиц, опять же, с определенной генетической детерминированностью могут, соответственно, в некоторых случаях превращаться, если говорить простым языком, да, в раковый клеток. Если этого эстрогена будет очень много, а человек генетический, то есть детерминирован, у него уже в семье там мама болела раком груди, у него кинекомастия, да, такая махровая, вот, или просто скачок эстрогена, это может спровоцировать онкологию. Это если коротко. Кому интересно, чтобы я обосновал это научно, как обычно, вы же там не верите сразу, вам нужно выложить данные из ПАПМЕД. Без проблем. Данные из ПАПМЕД я выложу, тем более мы скоро начнем читать книги, будут выходить с книгами медицинскими, и, соответственно, там вы будете узнавать из академических источников все то, что я вам говорю сейчас в устной форме, но вообще на канале. Значит, по поводу эстрогена, естественно, он может давить и либидо, и в какой-то смысле из-за того, что психоактивные процессы затрагивают, естественно, тоже и активную функцию передавить. То же самое касается пролактина. Много пролактина в целом точно задавит либидо, психологическое состояние, будет возникать инсулинорезистентность, уже есть эти данные официально, опять же, загуглите сами на ПАПМЕД. Если вот хотите меня проверить, возьмите и загуглите, кстати, почитайте. Низкий пролактин, это у нас могут возникнуть проблемы с иммунной системой, поэтому с низким пролактином, надолго задавленным, лучше не баловаться. Однако в некоторых случаях допускается, если у человека гиперпролактина не на фоне, соответственно, не только употребления анаболических стероидов, а у него есть пролактинома, по-другому аденома, гипофиза, которая вызывает гиперпролактинами, там в некоторых случаях допускается, что человек прям в ноль задавил пролактин, просто потому, что у него на следующий день из-за аденома или через день уже пролактин отрастает. Такие моменты возможны, это в лечении допускается, но опять же эпизодически. А, про эстроген я вам не сказал. Низкий эстроген, это остеопорозы, это повышенный риск травмироваться на тренировке, это недостаток кальция в костях, это, конечно же, саркопения, вот, если длительно на всем этим делом находиться, но, опять же, спортсмены в группе риска выше, потому что даже незначительные колебания в плотности кости у спортсмена, который усиленно, да, на эти кости дает нагрузку, ни к чему хорошему не приводит. В середине референса держите ваши пролактины и эстрогены, и все с вами хорошо. Это мы отвлеклись, это мы проговорили про пролактины и эстрогены, поэтому не люблю затрагивать эту тему, приходится немножко, чтобы вы меня правильно поняли, широко это освещать. Далее, соответственно, нарушение у вас может быть, эрективная функция не на фоне, непосредственно самого, так скажем, курса какого-то конкретного препарата. Дело в том, что анаболические стероиды, да, это как некий способ, да, раскачать машину, вот у нас есть «Жигули», и мы там какой-то двигатель, что-то на нее, или бензин особенный, там заливаем атомно-ядерный какой-нибудь, да, и она вот искусственно у нас так бежит быстрее, чем ей нужно едет, да, и понятно, что и топливо будет заканчиваться быстрее, и, соответственно, будут вываливаться все эти шестеренки, колеса ее, просто по той причине, что она не рассчитана на такие высокие скоростя, какие-нибудь «Жигули». Если кому-то интересно, там, вспомните, вот аналогию было такое шоу, чуть ли не ракету там ставили на машину, да, и машина вот едет быстро-быстро, но и быстро разваливается. Примерно та же самая аналогия, она похожа с нашим организмом, если мы находимся на гормонозаместительной терапии, особенно длительно. Длительно это более 4 месяцев. Вот. И что здесь наступает? Вот был у вас даже, допустим, тот же йод-селен. Они могли упасть на курсе. Вот. И, соответственно, упадок йода-селена длительный, да, йода-дефицит, может привести к тому, что у вас будет гипотиреоз. Гипотиреоз, в свою очередь, соответственно, он тоже может задавить, особенно, кстати, либидо задавить. Поэтому смотрим ТТГ, Т3, Т4 свободные. Вот. Проверяем йод в моче, селен в крови обязательно. Эти показатели контролируем. Вот. Также, соответственно, проблемы сердечно-сосудистого характера обязательно проверяем. Ну, в первую очередь, у вас не должно быть в целом проблем сердечно-сосудистых. Мы их оцениваем по давлению и по пульсовой активности. 120 на 80, пульс там примерно в среднем 80. В зависимости еще плюс-минус там от человека, от нагрузок. Но, понимаете, да, он не должен быть там ни полтинник, он не должен быть, соответственно, никаких там 130 в покое, 120 в покое, да, даже сотка в покое, это много. Вот. Значит, дальше, соответственно, натрий. Натрий, как смотрим, естественно, гипертония, это вообще здравствуй натрий называется, гипернатриемия. Поэтому все гипертоники контролируйте, натрий проверяйте. Пожалуйста, проблемы с сосудами, проблемы с артериальным давлением, это все на уже эрективной функции может непосредственно сказываться. Потом, что у нас есть? Конечно, гиперкоагуляция, изменение реологии крови, и, естественно, если ваша кровь на кисель похожа, закачать ее в член, ну, организму в разы сложнее. Вот. Поэтому смотрим на этот момент. Ну и, конечно, вообще все сосудистые состояния пролечиваем у людей с проблемами с варикозами, со всякими там варикозным расширением вены и так далее. Понимаете, это уже в целом изменяет ваш кровоток, и лимфоток, и так далее. И это не очень-очень хорошо. Вот. Опять же, нарушается непонятно в какую сторону каждая анамнез, каждого пациента, как снежиночку в этом случае, надо рассматривать отдельно. Но, опять же, проблемы некие из этого могут вылиться из эрективной функции. Вот. Потом, далее, вспоминаем, особенно при употреблении клена бутерола. Мандреномиметики, у них есть такое свойство, они вызывают спастическое напряжение мышц. Кто употреблял клена бутерол, вспомните, там достаточно длительно, если употребляли, мышцы начинают сводить. Вот. Это связано, соответственно, с тем, что и калий выводится. Обязательно нужно калий-магний на клена бутерола, которого лепить, и он вообще эти рецепторы там несколько блочит. Поэтому все равно у нас есть спастическое напряжение мышц. И в некоторых случаях, если человек неврологический пациент, муклеон бутерола вообще противопоказан. И если вот эта вот неврология у него по каскадной нарастающей наступает, то что мы видим? У него, конечно, вот это спастическое нарушение мышц, ну, то есть у него там ягодица спазмирована, поясница спазмирована, да, там грыжи где-то есть, и вот он начинает, соответственно, еще и там качается, сушится, допустим, усиленно. Естественно, к органам малого таза кровоток хуже, проблемы с эрективной функцией, пожалуйста, хуже. Потом, опять же, люди с различными психиатрическими акцентуациями, вот, у них, да, действительно, анаболические стероиды, причем там уже сложно дифференцировать препарат, даже может быть чистый тестостерон, для некоторых людей может, соответственно, обострять, обострять эти состояния. Поэтому у нас есть группа лиц, кто курсит чисто на антидепрессантах. Вот, и это нормально, тоже это такой способ скомпенсироваться. В некоторых случаях даже это способно улучшить либидо. У нас есть, ой, не помню, по-моему, немцы, что ли, в свое время выдвигали такой протокол, или американцы где-то, где-то были эти исследования. В общем, прям в лечении, соответственно, либидо, именно использовали антидепрессанты и тестостерон, тестостерон и также небольшое количество гонадотропных средств. И получали стойкий результат на выходе. А, еще небольшую дозировку тадонофила туда же кидали. То есть там был тадонофил, там был антидепрессант, там был тестостерон чистый. И у людей с проблемным либидо это их вывозило. Опять же, это ни в коем случае не рекомендация к употреблению тех или иных веществ. Это я вам рассказываю, что в некоторых случаях курс тестостерона дифференцированный, он может совершенно по-другому работать, и ему нужны некие помощники. Несмотря на то, что тестостерон будет центральным препаратом в лечении, работать он может, допустим, с антидепрессантами и без совсем-совсем по-другому. И, соответственно, если резюмировать вот эти вот моменты, я бы выделил психологическую, психиатрическую составляющую, я бы выделил реологию крови и сосудистую составляющую, туда же проблемы с сердечно-сосудистой системой, ну и, конечно, андрогенную составляющую, о которой мы с вами все это вроде бы проговорили. Пишите ваши вопросы, соответственно, в комментариях. Как это все лечить, мы тоже вроде так прикинули, да, я вам коротко пересказал. Опять же, ну, если эта тема будет достаточно популярна, сниму второй выпуск, расскажу более подробно. Но мне надо понимать, в какую сторону подробно двигаться, да. Может быть, вы напишите какие-то свои моменты, которые вас когда-либо беспокоили. Вот. И мы это обсудим. Опять же, если вы не сдавали анализы, соответственно, тут будет сложнее что-то комментировать. Ну, посмотрим, посмотрим, какие интересные комментарии я озвучу, если они попадутся. Дорогие друзья, я вас всех жду на своих платных онлайн-консультациях. И, конечно же, да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здоровье!